Давайте я сейчас сформулирую правила, оба правила, переход справа налево, переход слева налево. Переход справа налево, очень простой. Он уже был сформулирован. Рубим пополам, если чётное. Если где-то в результате опять есть чётные числа, опять рубим пополам. Итак, пополам, 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 пополам. Теперь переход слева направо, он устроен намного интереснее. Смотрите, надо про каждое чётное число, которое здесь у нас есть, посчитать, сколько раз оно присутствует. Это самое количество надо разложить по степеням двойки. То есть в сумму разных степеней двойки. И после этого умножить на собственное число. Я вам напишу несколько примеров в правой части, то есть разбиений на различные слога. И попрошу вас написать то, что будет сами, из чего они получаются слева. И наоборот, я напишу вам несколько примеров, расположенных в левой части. И попрошу сообразить, откуда они появляются. Тысяча один, плюс тысяча один и три пятёрка. Четырнадцать, шесть и один. Молодец. Пятьдесят девять, четырнадцать и один. Почему? Потому что мы объединяем вот этим. Пятьдесят один. Пятьдесят один. Молодцы. Дальше. Пять. Пять. Дальше. Три. Дальше. Два. Два. Отлично. Давайте так. Сто двадцать пять. Сколько штук? Шестнадцать штук. Да. Так. Давайте не будем писать. Давайте так. Конечно, так нельзя. Но с другой стороны, ребят, если очень хочется, то можно. Ладно? Имеется в виду, что сто двадцать пять, то надо взять шестнадцать раз. Дальше пишите ещё. Что такое пятьдесят? Пишем. Быстрее. Двадцать пять. Двадцать пять. Дальше что ещё? Пять и пять. Быстрее. Так. Отлично. Откуда могло появиться шестнадцать, двенадцать, семь, пять, один? Шестнадцать пять, это восемь. Это не восемь. Четыре. И не четыре. Это шестнадцать. И не два. Это шестнадцать. Это шестнадцать единичек. Стоп, 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 ребята, секунду. Давайте дальше очень важная речь. Шестнадцать единичек отсюда, а отсюда что? Шестнадцать. Правильно. Ну давайте опять так же в таком же виде напишем, ладно? Один умножить на семнадцать. Имеется в виду, ну, не двадцать, шестнадцать, это такое, правда? Имеется в виду, что на самом деле надо было написать Семнадцать единиц, да. Дальше. Двенадцать, нет, не шестнадцать, именно семнадцать. Потому что там единица еще была. Вот что? Нет, двенадцать, это не двенадцать. Это четыре тройки, совершенно верно. Нет, 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 не четыре умножить на три, а три умножить на четыре. Да, 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 или просто четыре, просто. Три плюс три, плюс три, плюс три, отлично. И еще что? Семь плюс пять. Семь плюс пять, совершенно верно. Так, была у нас, не? Была? У нас, не? Было все время, был? Вперед. Любое место, выбираешь, какой тебе нравится. Доска огромная, в любое место. В какое место? Привет, да? Сто двадцать пять, молодец. И сколько раз? Восемь. Восемь раз, вот туда и пиши. Сто двадцать пять умножить на восемь. Заметьте, вы себе такое краткое значение придумали, для того, чтобы все-таки не учиться. Четыре умножить на восемь. Пять умножить на восемь. Нет, нет. Пять умножить на восемь. Сколько пятерок? Пять. Нет, четыре. Пять пятерок. Вот так и пиши. Плюс пять умножить на пять. Пять пятерок. Потому что четыре и еще одна. Да, садись. Да, был в доске? Был? Давай вперед. Да, замечательно. Откуда это получилось? Надо пишите быстрее. Да. Десять, три и один. Молодец. Только единицы. Пять троек. Это как пишется? Молодец. Двенадцать плюс три. Очень хорошо. Отлично. Значит, здесь, когда стоят пять троек, то это на самом деле четыре плюс один. То есть, двенадцать и три. Очень хорошо. Так, где вы написали? Здесь или нет? Вы здесь написали? Нет. А где? Где? Правда. Где? Вот это. Девяносто три. Какое девяносто? Так, вот здесь. Я и говорю, да. Девяносто три, пять, четыре дни. Молодец. Так, здесь что? Две семерки, две тройки, четыре дни. Только здесь какое-то безобразие. Здесь что должно быть? Четверка. Четверка. Потому что два плюс два не бывает. Здесь четверка. Так, кто там еще у доски не был? Из-за этого порядка. Был? Ходи. Кажется, к примеру. Так, что у нас там? Нет, восемь плюс два – это не десять. Ребята, мы тут немножко укладываемся. Давайте, кто знает, просто выйдите, напишите, где я говорю. Потому что... Будет семьдесят пять. Вы можете... Сколько раз у нас будет семьдесят пять? Сорок, конечно. Конечно, сорок раз. Вот, плюс пять, плюс три, да. Плюс пять, плюс три, так. Пусть это не есть. Вот так. Здесь, смотрите, двадцать, два плюс одиннадцать. Дальше это превращается в двенадцать. И три единицы превращаются в два плюс один. Молодцы, что здесь собрались. Значит, смотрите. Когда у нас три раза написано одиннадцать, то это двадцать два плюс одиннадцать. Когда написано четыре тройки, то это двенадцать. Три единицы – это два плюс одиннадцать. Итак, подвожу итог. Теорема, которую, повторяю, доказал Леонархеев, правда, он ее доказал совсем по-другому, при помощи системных глядов, при помощи алгебры. Но, тем не менее, как вы видите, она вполне доступна и младшеплазникам, да? При всякой высшей математике все делается. Теорема звучит следующим образом. Любое натуральное число представимо в виде суммы нечетных слагаемых, если не учитывать порядок этих слагаемых, ровно таким же количеством способов, каким это число представимо в виде суммы попарно различных натуральных слагаемых. Если, опять-таки, не учитывать порядок, при этом взаимно однозначное соответствие устраивается абсолютно естественной области. Если переходить справа налево, то принцип такой – делишь пополам, пока нужно. Четырнадцать делишь пополам, да? Вот, например. Например, если переходить слева направо, то принцип такой – для каждого числа, нечетного, которое есть в левой части, подсчитываешь, сколько раз оно там встретилось. Это количество представляешь в виде суммы разных степеней двойки. Степени двойки – это числа один, два, четыре, восемь, шестнадцать, когда-то. Как известно, любое число единственным образом возлагается в сумму степеней двойки, да? И после этого пишешь, то есть, скажем, здесь девятнадцать, девять, пять, три, один, так и переписываешь. Скажем здесь семь, семь, три, три, один, семь, семь, семь объединяешь, получается четыре. Скажем здесь четыре единицы объединяешь, получается четыре. Субтитры создавал DimaTorzok